В округе завершилась череда празднований, посвященных главному национальному празднику Дню Оленя. Наша съемочная группа побывала в местах кочевания 6-й бригады одного из передовых хозяйств региона Путерича. Национальный праздник оленеводов невозможно представить без спортивных состязаний. Издревние кочевники мерились силами и удалю в прыжках через нарты, метании от инзея на хорей, тройном национальном прыжке и, конечно, в гонках на олених упряжках. Одетых в украшение ручной работы, на состязания оленеводы выводят своих лучших оленей. В каждой упряжке по пять ездовых быков, самые сильные и быстрые из стада. Собрать их вместе не так просто, как кажется на первый взгляд. Это долгий процесс, делится опытом молодой оленевод Василий Логейский. Готовиться на труд, постоянно искать упряжку, подбирать их, менять постоянно. Ну, нельзя так запрёг оленей, что они любых разных, они по-разному будут идти. Кто-то будет сзади, кто-то спереди, кто-то сильно тянет, кто-то вообще остает. Но их надо же учить там, теленка там уже искать, одинаково, чтобы он прям лицо, в одно лицо было у них. Чтобы как один олень они были. У них свой, с детства они должны быть уже на друг друга похожи, и повадки, и, ну, все, что, рога, все одинаковые должно быть. Сегодня долгий и упорный труд юноши по поиску самых удалых буков удался. В финальном заезде Василий Логейский обошёл упряжки более опытных оленеводов из других бригад. Все они съехались в стойбище Ивана Логейского, бригадира оленеводческой бригады номер 6. Славная история с ПК Путилиича неразрывно связана с этой семьёй. В кооперативе работают уже три поколения логейских. Основан он был на раскулаченных оленеводах, отцах и дедах, сумевших не упасть духом, сохранить и передать потомкам опыт, мудрость, а главное – любовь к делу, которым занимаешься. Вот и сегодня Иван Александрович живёт этими принципами и ценностями. Их он передаёт и своим детям, которые также кочуют вместе с ним. Молодежи не надо держать, это дело добровольное, не надо удерживать никого. Есть человекопривязанность в тундре, его зов крови, как говорит, уже не обманешь. Зов крови, а главное – любовь к семейному делу проявилась у одной из пяти дочерей. Ивана Александровича Татьяны Логейской. В апреле 2011 года её избрали председателем целого СПК. Черты предков, крепких хозяйственников достались этой молодой девушке, которая по сей день руководит передовым хозяйством округа. Сейчас у нас такая глобальная цель всё-таки построить новый современный убойный пункт, строительство которого сейчас ведётся у нас в посёлке Рягинский. И планируем в октябре месяце всё-таки, чтобы запустить и в этом году уже забивать на нашем убойном пункте новом. Сегодня путь Ильича находится в числе лидеров по производственным показателям. В прошлом году одно из крупнейших в регионе хозяйств отпраздновало своё 80-летие. Более 16,5 тысяч голов – гордость и заслуга девяти бригад оленеводов. Центральная база кооператива находится в посёлке Харивер. Оттуда бригады начинают им дать, что по-нинецки значит кочевать. В свой путь они держат на север. В районе моря Ю начинается массовый отёл. В июне бригада подходит к побережью. А в начале июля и по сегодняшний день стойбище находится здесь, в районе реки Великая, в 30 километрах от Амдермы. Здесь и прошли празднование главного профессионального праздника. Традиционно его называют Днём Оленя, но сами тундровики предпочитают называть его Днём Оленевода. В честь национального праздника в стойбище прилетела представительная делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным. В торжественной обстановке глава региона вручил сертификат на 85 тысяч рублей бригадиру Ивану Логейскому. Его коллектив занял четвёртое место среди оленеводческих хозяйств за достигнутые производственные показатели. Кульминацией праздника стало награждение участников спортивных соревнований. Победителями призёрам вручили ценные подарки, в том числе необходимые в тундре электростанции и генераторы. Не забыли и про тех, без кого этот праздник вряд ли бы состоялся. Хранительниц очага, быта, женщин, которые наравне с мужчинами ведут кочевую жизнь. Речь, конечно, о чумработницах. У нас национальный округ. И для нас оленеводство – это образ жизни. И сегодня у нас в тундре живут люди, которые созидают, которые выпасают оленей, которые растят детей. И сегодня мы увидели, что в тундре есть преемственность. Это важно. Очень много деток, очень много молодёжи. И сегодня опытные оленеводы, они передают своё мастерство. И есть преемственность поколений. И есть будущее. Этот день стал завершающим в череде мероприятий, посвящённых празднованию главного национального праздника. Впервые в этом году оленеводов чествовали с 29 июля вплоть до 6 августа. Торжества прошли во всех хозяйствах округа. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал Север.